В области завершено формирование так званого стаб-фонда сельгазпродукции. Агрофирмы поклали на заховывание Садовину и Городнину, якую плануют продавать насельничество до конца весны. Все лето активный удел у закладцы брали и фермерские господарки региона. В уголе говорить у Абл сельгазхарчы ураджай добрые. Капузимку споживать свою сельгазпродукцию и закладается у засеки в области так званый стаб-фонд. Основным ягод заховальником у региона заявляется агрофирма Кадзина Могилевского района. В этом году урожайка лука намного выше, чем в прошлом. В прошлом году мы заложили 500 тонн на хранение. В этом непосредственно на хранение на длительное положили 1300 тонн. То есть в два раза больше. Все лето у Кадзина повели шили и флоши по цебулю. Готунки новые посадили, показывая практика, слезливая культура, запотрабованная у насельництва. У дома цебулю за холод тяжко, я ей легче подкупать. Для лука нужно очень строго соблюдать режим хранения. Более энергоемок режим хранения лука. Опять же, как люди у нас хранят, нельзя хранить совместно картофель и лук. У великих объемов на базах хлеб заховывается и бульба. Бывает так, говорит у Кадзина, что другие белорусский хлеб отгружают до самых морозов. Картофели берут, торговые сети как бы довольны. Посторонние также приезжают, берут большими количествами. Кто-то детские сады берут, школы берут. До речи селитов в области на 15% поменьшили закладку. Ставхонд, миновито бульбы, морквы, стольки не треба. А вот садовины на двород повялищили. Наприклад, своих яблок весной не хапаем. Заложены в полном объеме яблоки. Это более полутора тысячи тонн. Поэтому я думаю, что население нашей области будет обеспечено в зимний период, до мая месяца, свежей овощной продукцией, картофелем и яблоками. Ставхонд позволяет не только споживать айшинную сельгазпродукцию зимку, а леи, стремливая скоки цен. Катярына Городницкая, Александр Тарасов, Новинирегион.